Сегодня мы с вами поговорим о здоровом образе жизни. Давайте чуть-чуть поговорим о том, как будет выглядеть наша лекция. Вначале я расскажу основные мифы, которые связаны со здоровым образом жизни, а потом предложу что-то, что может действительно продлить нашу жизнь. В процессе лекции у вас наверняка возникнут вопросы. Наверное, будет не очень хорошо по отношению к другим слушателям выкрикивать их с места. Лучше дождаться окончания лекции. Я буду отвлекаться, мы будем уходить в сторону, обсуждая интересующие лично ваши вопросы. Поэтому будет классно, если вы в конце лекции просто зададите все вопросы. Вы можете их записать себе на бумажку, чтобы их не забыть, потому что это свойство человеческой памяти. И таким образом у нас будет время обязательно для ответа на вопросы, мы потом с вами поотвечаем. Давайте сейчас пойдем, но я постараюсь дать какому-нибудь интерактиву, позадавать вопросы. Если я задаю вопрос в зал, вы можете прям кричать из зала, как вам заблагорассудиться. Меня зовут Алексей Иутин. Лекция называется «Вот так. Здоровый образ жизни. Активное долголетие». Я серийский сосудист хирург. В прошлом сейчас занимаюсь проектом, который называется «Марчекап». Он занимается медицинскими диспансеризациями, работаю как кардиолог, работаю на канале «Доктор», ведущий медицинским журналистом. А еще у меня есть YouTube-канал, который я веду довольно давно. Но на этом YouTube-канале есть короткие, юмористические, как мне хочется думать, скетчи, в которых я обсуждаю какие-то вопросы, связанные со здоровьем. И большие интервью со специалистами, специалистами доказательной медицины, которые… ну, люди с людьми, мнению которых я доверяю. И вот в этих интервью мы раскрываем какие-то вопросы более подробно. Поэтому, как говорится у нас в YouTube, подписывайтесь на канал, прижимайте колокольчик, все дела. Я надеюсь, что у меня на такое количество подписчиков станет больше после этой лекции. Хотя, может быть, и нет. Итак, значит, первый кадр, просто для красоты, я его сюда поставил. Он говорит о том, что датский реестр близнецов, когда сравнивали люди с одинаковым генетическим материалом, есть определенный реестр людей, которые совершенно одинаково генетически и вот прослеживают потом всю их жизнь в зависимости от того, какие у них вредные привычки, что они там делают, сколько они занимаются спортом и так далее. И вот оказалось, что на самом деле самым мощным фактором, влияющим на продолжительность жизни, является именно образ жизни. То есть 50%. Система здравоохранения составляет где-то 10%, которая влияет на продолжительность жизни. Но, может быть, сейчас чуть побольше. И что же это следует? Что именно образ жизни является ведущим фактором, влияющим на долголетие. Но Сергей Владимирович Шнуров в своем аудиовизуальном произведении, которое, наверное, многие из вас слышали, говорит, что ЗОЖ – это не совсем правда. Почему же он так считает? Дело в том, что здоровье – это довольно абстрактное понятие. Здоровье, если действительно взять врачей и сказать, давайте двух людей сравним между собой, какой из них здоровее. Врачи начнут закатывать глаза, говорить непонятные большинству людей слова, что-то про уровень холестерина в крови. То есть они будут говорить, давайте сравним по биомаркерам, по уровню холестерина, сахара в крови. Давайте спросим, какая там наследственность у людей, какие уровни артериального давления. То есть будут стараться сравнить здоровье по таким не всем понятным показателям. А нам же непонятны такие показатели, поэтому мы привыкли использовать более понятные нам какие-то факторы, на которые мы обращаем внимание. Мы смотрим красивое тело – ну, значит, здоров. Здоровый – значит, здоровый. Смотрим спортивные достижения – значит, здоровый. Или обращаем внимание, если человек питается здоровой едой с пометкой «фит», «слим», «органик», то тоже считается, что он вроде бы как здоровый человек, раз он ест здоровую еду. На сладком батончике написано, что он же «фит», значит, он здоровый. И давайте немножечко пройдемся по всему этому. Вот первое, на что я хочу обратить внимание, это на биологически активные добавки. У большинства из нас в голове сидит такое представление, и это правда, у очень многих сидит в голове представление, такое когнитивное искажение, можно даже так сказать, что вот все, что природное, оно полезное, потому что природа, она же не сделает нам плохо. Да, вот и есть какая-то вредная химия, которая противопоставлена. И вот злые врачи по каким-то причинам, они обязательно хотят напичкать нас вредными химическими таблетками с побочными эффектами, в то время как существуют же прекрасные биологически активные добавки, у которых нет побочных эффектов, которые совершенно полезны для нашего организма. Но на самом деле, что такое биологически активные добавки, что такое БАДы? По большому счету БАДы, наверное, это недолекарства. То есть все БАДы, которые имеют какой-то положительный эффект на здоровье, они все в какой-то момент своей жизни, своей карьеры стали лекарственными препаратами. Если они не стали лекарственными препаратами, либо недостаточно исследований, которые показывают, что эти биологически активные добавки в той или иной степени работают, либо у них есть какие-то серьезные побочные эффекты, которые ограничили поступление вот этого БАДы на рынок и не сделали его лекарственным препаратом. В ссылочках к этой лекции, я уж не знаю, как организаторы будут ли они рассылать эти лекции, есть ссылочки на клинические исследования, вот там вот нижняя ссылка на исследование, оно показывает, что большинство биологически активных добавок, люди принимают эти биологически активные добавки, они никак не влияют на продолжительность, ни на качество жизни, ни на что не влияют. Если мы вспомним, то поймем, что если человек употребляет биологически активные добавки, он думает, что они совершенно безопасны, потому что там написано, что не имеют побочных эффектов, но в принципе такого не бывает, потому что если вещество действует в нашем организме, если у медали всегда есть две стороны, если оно действует, то есть побочные эффекты, если написано, что нет побочных эффектов, это говорит только об одном, либо это вещество не действует вообще ни на что, И второй вариант, что никто не проверял на эффективность и безопасность. Более того, вот это заблуждение о том, что природное, оно полезное, обязательно. Почему-то нам кажется, что природа должна настолько гладить в уголовке. Но на самом деле все эти биологически активные вещества, которые вырабатываются в листьях растений, где-то еще, обычно растения вырабатывают эти вещества для защиты. Для защиты, например, от насекомых, чтобы насекомые их не ели. Поэтому это все равно какие-то, может быть, даже яды вырабатывают растения. Поэтому не надо думать, что все природное обязательно полезно. Если вы вспомните, то самые страшные яды природного происхождения, например, бодулинический токсин, тот самый ботокс, или афлотоксин, который является еще и канцерогером. То есть у всего есть этот род токсин, тоже все природного происхождения. Поэтому у этого, у заблуждения о том, что, у представления о том, что все природное полезно, нет никаких оснований. Производители биологически активных добавок, почему это так выгодно? Действительно, те же самые фармфирмы, которые производят обычные лекарства, они производят БАДы. Рынок БАДов огромный, потому что люди хотят покупать биологически активные добавки. Что бы мы ни говорили, как бы мы ни рассказывали, что БАДы ни на что не действуют, ничего не улучшают, люди все равно будут покупать БАДы, потому что всем кажется, что нужно помочь своему организму, что если врач назначил какие-то препараты, например, для снижения холестерина, то есть какая-то всегда альтернатива, нужно пить рыбий жир, красный рис и так далее. И мы всегда умнее всех врачей, потому что в нашей стране, да и во всех странах мира, люди как бы сами лучше понимают, как им пользоваться себя, как улучшать свое здоровье. Из-за регистрации биологически активных добавок, из-за особенностей регистрации возникает ситуация, в которой они подвергаются меньшему контролю, то есть никто не проверяет их эффективность. Часто в некоторых протоколах проявляется основная безопасность, чтобы там не было солей тяжелых металлов, откровенных ядов и так далее. Но на самом деле химический состав и уж тем более положительный эффект на здоровье у этих биологически активных добавок никто не проверяет. Но есть БАДы, которые должны работать. И вот в эти БАДы, которые должны работать, всегда засовывают что-то прям такое. И там есть вот эта ссылочка, журнал Vox, там прям ссылок биологически активных добавок, в которые между вот этими кучей всяких смесь растений, но туда обязательно засовывают какое-то действующее вещество, которое является собственно и основным действующим компонентом. И к этому веществу масса вопросов. Причем это вещество не декларируется. Например, вот есть биологически активное средство. Я летел сегодня в самолете, и в мужском туалете стоит вот такая табличка, и там средства для увеличения потенции. Ну и понятно, что никакая биологически активная добавка не будет увеличивать сама по себе потенцию. Потому что, скорее всего, они засунули туда просто куда-то. Или в оболочку этого препарата, или куда-то они засунули туда действующее вещество Viagra, чтобы все заработало. Правильно? И, соответственно, если мы не знаем о том, что в этой добавке Viagra, если мы думаем, что там просто природа нас позаботилась о нашей потенции, ну вот каким-то образом, и вот это действие еще сработает, то мы, не зная об этом, мы можем, например, принять с препаратом этот препарат, который вызовет побочный эффект. Например, всем известно, что препарат Силденофил-Виагру его нельзя употреблять вместе с нитратами. У них там один потенциируется эффект. Поэтому вот такая может быть проблема. Вторая проблема – это проблема, например, с препаратами для жиросжигания. Тут тоже должен быть очевидный эффект. Да, и мы принимаем эту добавку для снижения веса. Нам кажется, что это действуют какие-то травмы. Но на самом деле в этом препарате находится препарат стимулирующего действия. По большому счету это наркотик амфетаминного ряда, который будет действительно похудеть можно совершенно легко. Вы упиваете это наркотик или принимаете наркотик амфетаминного ряда, эти самые спиды, у вас появляется энергия, вы активно потеете, вы не хотите есть, вы постоянно приплясываете вот так вот, у вас скрежещат зубы. Действительно, вы худеете, но за это у вас возникает, безусловно, расплата. Расплата для того, что амфетаминовые психозы, это повышение давления, это инсульты, инфаркты, нарушение ритма сердца. То есть в этом, собственно, и проблема, биологически активный добавок. Ну давайте не будем слишком много уделять этому внимания, я немножечко волнуюсь, почему я так вздыхаю. Следующая концепция – это концепция детокса. Она тоже довольно соблазнительна для большинства людей. Многим из нас кажется, что в нашем организме в течение жизни накапливаются некие токсины и шлаки. И вот вокруг средства массовой информации нам тоже начинают говорить токсины, шлаки, кто-то еще рассказывает про паразитов. Это очень соблазнительная тоже концепция. Нам кажется, что наши проблемы, что наша усталость, наши прыщи на коже, они связаны не с тем, что мы неправильно питаемся, едим сладко и так далее. Они связаны, ну даже не сладко, а просто избыточный вес и так далее. Ну и просто проблемы, возрастные проблемы с организмом. А нам кажется, что в этом виновата какая-то мифическая зашлакованность. Вот говорят, что токсины, шлаки, ну понятно, токсины образуются в нашем организме, если вы, например, сегодня пятница, вы пойдете в бар и выпьете, то в субботу вам будет нехорошо, потому что в организме накопится некое вещество под названием ацетальдегид. Оно в 30 раз токсичнее этилового алкоголя, и это вещество будет обуславливать симптомы так называемого похмелья. Ну и ашлаки – это вообще такой термин из черной и цветной металлургии. И вот ученые много раз просили производителей вот этих систем, которые борются с зашлакованностью. Они говорят, ну принесите нам в спичечном коробке, что вы там, что за шлак вы там выгоняете из организма. И вот ни разу, кроме, ну очевидно того, что иногда приносят в спичечном коробке, эти ученые до сих пор так и не принесли нам. Мы, в общем-то, до сих пор не знаем, что за шлаки они изгоняют из нашего организма. Вообще, вот эта вот концепция детокса, концепция почистить что-нибудь, почистить кишечник, почистить кровь, она очень соблазнительная, она была еще в Средневековье. Вот это две основных были процедуры, кто читал Дон Кихота Ломанческого, там кровопускание и клизма. Это две основных лечебных процедуры. Но, чтобы вы знали про Средневековую медицину, она, в общем-то, была не самой совершенно медициной, мягко говоря. И первое клиническое исследование плацебо-контролируя было как раз где-то там в конце, по-моему, ну не в Средневековье, а уже чуть попозже. И вот там, значит, было две группы пациентов. В одной группе пациентов была пневмония, и в другой группе пациентов была пневмония. Вот первых лечили кровопусканием, а во второй группе пациентов ничего не делали, просто смотрели за ними, наблюдали. Вот оказалось, что в первой группе, в которой лечили кровопусканием, у людей как раз умирало гораздо больше, чем во второй группе, которых не трогали. Это как раз была та самая ситуация, что пациент нуждается в уходе врача, и чем дальше врач уйдет, тем больному, собственно, легче. И на самом деле в этой концепции, концепции детокса, что еще, на самом деле, очень многие довольно заслуженные врачи становились приверженцами этой концепции детокса. Например, Илья Ильич Мечников, лауреат, по-моему, Нобелевской премии, хотя могу соврать, тот человек, который придумал там историю с иммунитетом, он тоже считал, что толстый кишечник вызывает аутоинтоксикацию. И, в общем-то, один из его коллег американский хирург вообще предлагал отрезать всем толстый кишечник, чтобы не интоксицировать организм. Но все понятно. То есть сейчас нам понятно, что самые мощные фабрики по детоксикации – это печени и почки, химические реакции и так далее, мощнейшие биохимические фабрики, которые избавляют наш организм от всех этих вредных веществ. А вот в этих бутылочках нет ничего, кроме овощей, воды и маркетинга, но овощи и воду вы можете, в общем-то, и совершенно бесплатно получить. Следующая концепция – это концепция, что нужно пить 2 литра воды в день. В принципе, она довольно спорная. Если вы хотите пить 2 литра воды в день, ради бога, пейте. Но важно понимать, что нет доказательств того, что люди, которые пьют 2 литра воды в день, живут как-то дольше или как-то значительно лучше, чем люди, которые пьют, когда им захочется, на самом деле. То есть пить время от времени, наверное, надо. Если вы занимаетесь спортом, наверное, стоит постоянно иметь с собой бутылочку воды. Если вы тем более занимаетесь спортом в жару или бежите марафон, тут совершенно точно нужно пить воду, но как-то вот прям заставлять себя давиться этими 2 литрами воды в день, если вам не хочется. Ну и кто-то еще говорит, вот кофе не считается, потому что кофе вызывает обезвоживание. Ну и нет, кофе тоже считается. Мы получаем, в общем, эти 2 литра воды в день из разных совершенно супов, из кофе и даже из довольно твердых пищевых продуктов мы тоже получаем воду. Ну, тут как бы, если наш организм привык избавляться от воды, так что в этом ничего нет плохого, но я на всякий случай сюда об этом рассказал. Спортивное питание. По поводу спортивного питания я бы не хотел, чтобы вы идеализировали или демонизировали вот эти вот позиции по спортивному питанию. То есть надо, наверное, воспринимать спортивное питание просто как еду, которую более удобно после тренировки что-нибудь размешать в этом шейкере, выйти после тренировки. Но вот ждать от спортивного питания каких-то невероятных чудесных эффектов, наверное, вот прям не стоит. Судя по данным исследований, то, что бы много позиций спортивного питания имеет какую-то мощную доказательную базу. То есть, ну да, вроде бы белковые коктейли, они дают небольшой прирост мышечной массы, но особо не влияют на спортивные результаты. БЦА, похоже, не помогает восстанавливаться. Креатинин, наверное, хороший притрен, вернее, креатинин действительно помогает восстанавливаться, но с ним надо быть аккуратнее. У людей с высоким давлением, с проблемами с почками, добавки креатина. Кулуарно спортивные врачи говорят о том, что в спортивной медицине все, что разрешено, особо-то не работает, а все, что работает, в общем-то, запрещено. Но в целом про спортивное питание я так вкратце рассказал. Суперфуды. Нам кажется, что вот есть обычная еда для обычных простых людей таких, вот, а есть прям суперпродукты, которые каким-то образом знают, чего в нашем организме не хватает. Вот как-то они там и в своей структуре они прям накапливают эти витамины, микроэлементы, которых лично вам не хватает. Вот эти чудесные совершенно продукты. Причем характерной их особенностью является то, что они приезжают к нам из каких-то экзотических мест, там, с вершины Эвереста, или там, с Одномарианской впадины. Мед мануку нам привозят из Новой Зеландии. В Новой Зеландию взамен, наверное, везут какую-нибудь морожку или березовый сок. Я не знаю. Ну, короче, вот в этих продуктах предполагается, что каким-то образом вот они прям знают, чего, что нам нужно. Но на самом деле основные требования к продуктам питания, чтобы они были сбалансированы по белкам, жирам, углеводам, витаминам, микроэлементам, балластным веществам и так далее. И, конечно, представив себе какой-то монопродукт, какую-то ягоду годжи, которая была бы по составу совершенно идентична нашему телу или по требностям нашего тела, совершенно сложно. С суперфудами еще какая история. Нам кажется, что вот если мы съели полезное, что-то полезное, то можно позволить себе и что-нибудь после этого. То есть съели лист салата, можно покурить сигарету. Были даже такие проведенные исследования, когда в магазинах быстрого питания в некоторых в меню появились салаты и резко повысилась продажа гамбургеров. Видимо, люди приходили туда, в магазины быстрого питания, хотели заказать себе салат, но в последний момент они прям передумывали. Ну или вместо салатом. В общем, вы должны понимать, как устроено это в вашей голове. А как же витамины, скажете вы? И вот тут вообще удивительная история. Ну, во-первых, мы тут неоднократно говорим, что многие заблуждения, связанные со здоровым образом жизни, на эти заблуждения повлияли, как ни странно, лауреат Нобелевской премии. Вот таким вот человеком, таким инфлюенсером оказался Лайнус Поллинг, который в свое время считал, что витамин С избавляет вообще от всех болезней, лечит рак, спит и так далее. Он какие-то чудовищные дозы витамина С употреблял. Сейчас уже понятно, что витамин С даже простуду не профилаксирует и не лечит. Он может только снизить вероятность простудиться, только в одном случае, если вы дали себе сверхнагрузку. То есть вот если человек пробежал марафон, он может выпить там большую дозу витамина С, и у него там в несколько раз меньше вероятность заболеть. У этого есть механизм, мы чуть попозже поговорим. Большие исследования, которые вот там перечислены в Physician Health Study 2, показывают, что две группы людей было. Американские врачи были разделены на две группы. Американские врачи, которые принимали мультивитамины всю жизнь, и американские врачи, которые никогда не принимали мультивитамины. Продолжительность жизни, качество жизни, заболеваемость ничем не отличалась в этих двух группах. То есть вот этих прием мультивитаминов никак не повлиял на некоторые процессы. Более того, некоторые витамины отрицательно влияют на продолжительность жизни, и в первую очередь это касается витаминов и антиоксидантов. Это опять, если вы вспомните вот эти вот все маркетинговые штуки, если вам что-то хотят впарить, вам говорят, столько антиоксидантов, мама дорогая. И на самом деле вот эти антиоксиданты, у них какой-то огромный кредит доверия в коллективном бессознательном. Нам кажется, что ну ведь все же понятно, то есть процесс старения, серийно-сосудистые заболевания, рак, все связано с свободными радикалами. Мы возьмем антиоксидантов, бахнем в наш организм, они свяжутся с свободными радикалами, и мы, соответственно, все прекратим, все эти процессы, которые происходят в нашем организме. Но и так решили бороться с раком, с серийно-сосудистыми заболеваниями курильщикам, у которых высокая вероятность рака легкого давали вот эти вот витамины А и Е. И оказалось, что у курильщиков выше вероятность развития рака и получения метастаз. И это была удивительная история в результате этого исследования. Но потом объяснили все, что оказывается наша иммунная система, она сама по себе там, собственно, раковые клетки возникают у каждого из нас постоянно в течение нашей жизни. Но просто кто курит, у того это чаще возникает. Плюс наша иммунная система, она постоянно находит эти раковые клетки, борется с ними. И она борется с помощью тех же самых свободно-радикальных механизмов, то есть она блокирует эту раковую клетку, и этими активными молекулами кислорода повреждает ее, она погибает. И вот если выпивать витамины антиоксиданты, то раковые клетки начинают просто лучше выживать. Более того, недавно было опубликовано исследование, вот опять же, совсем недавно, месяца два назад, было опубликовано большое исследование по поводу того, что люди, которые действительно лечили рак, то есть у них возник рак, они получали химиотерапию, плюс, ну они как бы, понятно, что классическая медицина – это хорошо, но есть же не традиционная медицина, надо и ей тоже дать поработать. Они, кроме этого, принимали еще какие-то препараты, ну там, типа биодобавки для избавления от рака. И вот оказалось, что люди, которые одновременно получали химиотерапию, вот эти биодобавки от рака, у них исходы их терапии были хуже, чем у людей, которые просто получали одну только химиотерапию. Поэтому каждый раз, когда вы принимаете витамины, вы должны понимать, для чего вы это делаете. Понятно, что есть витамины, которые нужно суплементировать. На самом деле у медицинского сообщества вообще есть сомнения, что витамин D – это как бы витамины, это гормон, стероид, у него есть все свойства гормона, у него есть рецепторы в ядре. И действительно, все, кто живут выше 25-й параллели, где лучи солнца падают под другим углом, надо всем, конечно, в России, где-то дефицит витамина D составляет 70% населения. Его надо принимать. Понятно, что принимать. Но опять же, не надо ждать от витамина D слишком каких-то чудодейственных свойств. Раньше, лет 5 назад, когда был самый хайп по витамину D, все считали, что он какими-то чудесными свойствами обладает, продлевает жизнь и так далее. Но вообще, вы знаете, что я хочу сказать. Когда вам что-то, кто-то начинает говорить, что какое-то вещество, какой-то медицинский подход, какая-то интервенция, поможет вам избавиться много от чего, или какая-то процедура, например, биорезонансная диагностика, или как это называется, она определяет все в вашем организме, то, скорее всего, когда все прям смотрит или все лечит, скорее всего, что-то с этой концепцией не так. То есть у этого есть вопрос к этому. И на самом деле, да, понятно, что витамин D влияет на кальциево-фосфорный обмен, на плотность костей влияет, понятно, что он влияет как-то на иммунную систему, но похоже, что вот эта корреляция между продолжительностью жизни и дефицитом с витамина D никак, ну то есть, да, действительно, люди, у которых дефицит витамина D, живут чуть меньше, чем люди без дефицита витамина D. Но похоже, что лечение витамином D не помогает жить дольше, потому что, скорее всего, там перепутаны причинные следствия, просто люди, у которых дефицит витамина D, скорее всего, они просто меньше гуляют по улице, меньше ходят, и с этим связана, в общем-то, проблема с речесосуистыми заболеваниями и снижение продолжительности жизни. Кому еще какие витамины надо саплимитировать? Ну, понятно, есть заболевания определенные, когда непереносимые проблемы с тонким кишечником, может нарушиться всасывание витамина B, витаминов B12, витамин B12 может нарушиться, и всасывание витамина D может нарушиться у людей с хроническим алкоголизмом, у них тоже нужно следить за этим, есть даже заболевания такое. Понятно, что дефицит витамина в группу B может быть у людей, которые являются веганами, то есть не едят вообще растительных продуктов, а витамины B, в частности B12, они в основном все-таки из животных источников мы получаем. Да, еще интересная история про витаминные антиоксиданты. Оказалось, что сама по себе тренировка не делает нас сильнее. В момент тренировки мы получаем вот этот оксидативный стресс, у нас в митохондриях вырабатывается свободная форма кислорода, возникает такой эффект гармезиса, который через какое-то время, то есть тренировка плюс сон, плюс хорошее питание, и мы становимся сильнее через день, через два после тренировки, то есть возникает фаза гиперкомпенсации упражнения. И вот если мы, например, после тренировки возьмем и заглотим витамины антиоксиданты, мы оборвем вот этот путь, который у нас есть, то есть мы не станем сильнее. То есть по сути, если мы после тренировки выпьем витаминов, казалось бы, правильно же потренировался, надо витаминов выпить, то вот точно совершенно, и вот в этом исследовании там указывается, что мы оборвем вот этот путь, который у нас тренируется, и у нас ухудшится там, например, метаболизм глюкозы в организме, вот тот, который должен был бы улучшиться после тренировки. Так, ну давайте, следующий вариант. Ну, таким образом, личные цели, таким образом, ложные цели здорового образа жизни могут повлиять не только на толщину кошелька, но и на продолжительность, и на качество жизни. Вот смотрите, вот, например, элитные спортсмены, люди, которые занимаются профессиональным спортом. Как вы думаете, они живут дольше, чем люди, ну, среднестатические россияне? Какие у вас варианты? А, нет, там неправильно написано. На самом деле, элитные спортсмены живут дольше, чем среднестатические люди. У этого есть очень простое объяснение. Оно вот такое, вот так называется. На самом деле, самым основным фактором, влияющим долголетия, является финансовый достаток. В двух, то есть, вот если всех людей разделить на две категории, самые богатые и самые бедные, разница в продолжительности жизни в двух этих категориях где-то больше 10 лет будет. И на самом деле, конечно, если элитные спортсмены, они, как правило, очень хорошо зарабатывают, и поэтому они, конечно, будут жить дольше, чем средние россияне. Но если мы возьмем примерно одинаковую социальную страту, то есть, социальную страту, в которой все примерно одинаково зарабатывают, а это были, вот в этом исследовании, были исследования некрологии селебрити, то есть, людей, которые примерно имеют одинаковый уровень достатка. И вот в этой категории оказалось, что элитные спортсмены живут на 3-4 года меньше, чем все остальные, то есть, там известные художники, ученые и так далее, и они где-то приравниваются к рок-музыкантам. Ну, а все мы знаем за рок-музыкантов, за то, как они там живут в своей жизни. Следующий слайд – это Копенгагенское городское исследование сердца. Оно показывает, что, оно довольно четко показывает, что вот есть определенный все-таки уровень физической активности, выше которого не нужно заходить. То есть, у физической активности есть определенный потолок, после которого продолжительная жизнь снижается. То есть, неподвижный образ жизни – это новое курение. Безусловно, неподвижный образ жизни – плохо. Но когда слишком много физической активности, когда человек слишком на высоком пульсе бегает, слишком много занимается, слишком много тренируется, то это тоже, в общем-то, нехорошо. И возникает вот такая У-образная зависимость. И мы понимаем, что, согласно вот этому Копенгагенскому городскому исследованию сердца, которое исследовало здоровье бугунов, Оказалось, что максимальная продолжительность жизни дают люди, которые бегают, например, по 3-4 километра 3 раза в неделю на невысоком пульсе, в таком режиме. То есть они получают максимальный профит. То есть это первое исследование, которое говорит о том, что богатые люди живут дольше. А второе исследование – это тоже вывод из Копенгайлского городского исследования сердца, который показывает, как разные виды спорта увеличивают продолжительность жизни людей. Оказалось, что максимальную продолжительность жизни обеспечивает занятие большим теннисом. Мне кажется, что там же где-то будет конное поло, занятие гольфом. В общем, наверное, это не сам вид спорта так влияет. Но мне так показалось, что это мое личное оценочное осуждение. Что касается бега. Бег прекрасный. Если исходить из приверженности к этому виду спорта, то у бега самая высокая приверженность. То есть люди, которые начинают бегать, они не останавливаются, они продолжают заниматься. Во всех городах России, во всех городах мира есть беговое сообщество, беговое движение довольно мощное. Но мы все должны понимать, что бег это не то, что взял и побежал. Потому что травматизм в беге, как ни странно, один из самых высоких. То есть до 79% людей, которые начали заниматься бегом в первый год от начала тренировок, получают ортопедическую травму. Это все связано с тем, что у нас несовершенный наш опорно-двигательный аппарат. Расплата за прямохождение у нас уязвимые колени, уязвимые поясницы. И, конечно, довольно сложно сохранить здоровье колени и поясницы, когда мы бегаем. Особенно так себе вариант начать бегать со всем избыточным весом и уже с компрометированными коленями, со слабыми коровскими мышцами, которые нужно укреплять с неправильной техникой бега. В общем-то, все говорит о том, что нужно, конечно, даже если вы начали бегать, это не то, чтобы взял и побежал, нужно разминаться. Хотя в эффективность разминки перед тренировкой кто-то в ней сомневается, тем не менее. И нужно, конечно, осваивать технику бега, укреплять мышцы кора, делать специальные беговые упражнения и так далее. Теперь многие меня спрашивают, а вот с каким пульсом мне бегать? И тут я хотел бы сказать, что, в принципе, не сами кардионагрузки полезны, а вредны их отсутствия. Это немножко такая, вроде бы, одно и то же по сути, но на самом деле нет, и вы сейчас поймете, почему. И потом у вас сами по себе отпадут вопросы по поводу, с каким пульсом мне бегать, в каком режиме мне бегать, как мне тренироваться. То есть, если мы говорим сейчас с вами про здоровье, то мы бегаем для того, чтобы вырабатывать вот эту очень простую молекулу. Молекула называется оксид азота. Ну, на самом деле, то дело не только в ней, но она просто одна из самых ярких таких молекул, которые вырабатываются в клетках эндотелия. На самом деле, все про здоровье эндотелия. Эндотелия – это клетки, которые выстилают все наши сосуды изнутри. Вот эти вот фиолетовенькие клеточки, которые вы видите вот здесь, они выстилают все наши сосуды. И если на самом деле наших сосудов в организме очень много, капилляров и так далее, вот если взять весь этот эндотелий и размазать тонким слоем из каждого человека, то получится такое футбольное поле. И вот когда кровь проходит через капилляр, на поверхности эритроциты заряжены отрицательно, на эндотелии тоже заряжены отрицательно, когда кровь и эритроциты проскальзывают через капилляры, на эндотелии возникает такое электрохимическое напряжение сдвига, которое способствует синтезу в этих клетках эндотелия таких молекул, как, например, оксид азота, эндотелий, релаксирующий фактор и много еще других молекул. По сути, мы занимаемся спортом для того, чтобы вырабатывать вот этот самый оксид азота, НО. Эта молекула, она за все хорошая и против всего плохого. Она расширяет сосуды, снижает давление, она влияет на процессы свертывания, то есть уменьшает вероятность образования тромбов, уменьшает вероятность воспаления в стенке артерии, в межклеточном матриксе. А именно воспаление сейчас считается основным фактором, воспаление именно в стенке артерии и в межклеточном пространстве является основным фактором, вызывающим развитие возраста в зависимости от заболеваний. Там атеросклероза, приводящего к инсультам, инфарктам, там старение иммунной системы, которая приводит к онкологическим заболеваниям. Вот этот оксид азота уменьшает воспаление, то есть каким-то образом замедляет процессы старения в нашем организме, плюс там снижает холестерин, сахар крови и так далее. То есть, еще раз повторяю, за все хорошее против всего плохого, связывает свободные радикалы. И вот что происходит? Дело в том, что когда кровь проходит через капилляр, только этот оксид азот вырабатывается, и он действует на соседние клетки. То есть, извне его нет смысла запускать. Почему? Потому что если мы сидим на попе ровно, то у нас... Обычно у нас открыто 10 капилляров, когда мы интенсивно работаем, у нас мышцы требуют кислорода, питательных веществ. Если мы сидим на попе ровно, то у нас там из 10 капилляров открыт один. Соответственно, в 10 раз меньше вырабатывается этого оксида азота. И, соответственно, мы находимся в недостатке. Все эти эффекты, которые обеспечивают оксид азота, они будут с отрицательным знаком. То есть, будет расти давление, холестерин, сахар крови, там увеличивается вероятность образования тромбов, и процессы воспаления тоже будут как-то подпитываться. Таким образом, ну и что еще важно, что мы не можем навырабатывать этого оксида азота впрок, потому что он довольно быстро разрушается в крови. Как вы на свадьбе у богатого друга не можете наесться икрой на всю жизнь вперед, так и нельзя его навырабатывать на всю жизнь вперед. И даже исследования показывают, что человек, который сидит на попе ровно 8 часов подряд, в его организме возникают такие метаболические изменения, которые потом нельзя скомпенсировать тренировкой никакой интенсивности. К чему я это говорю? К тому, что вот этот режим, когда ты всю неделю работаешь, как проклятый, а потом ты такой воин выходного дня, и все выходные ты там что-то тренируешься и так далее, и доводишь себя до изнеможения в тренажерном зале или где-то еще, он, в общем-то, не очень-то полезен, то есть он не очень-то про здоровье. Про здоровье, просто пойти на работу пешком, с работы пешком, и еще во время обеденного перерыва просто походить кругами вокруг буфета. Здоровый образ жизни – это вместо лифта ходить по лестнице. Наверное, вот это здоровый образ жизни, то есть интегрировать регулярную физическую активность каждый день. То есть это условная вот эта вот цифра про 10 тысяч шагов. Вот она вот про это. Да, конечно, дополнительные для здоровья бонусы дают интервальные тренировки, дополнительные бонусы для здоровья дают силовые тренировки, особенно женщинам, но мы чуть попозже об этом поговорим. Дальше давайте поговорим более холистично, тогда посмотрим на то, что такое здоровье, и посмотрим, например, на велосипед. Велосипед более-менее, то есть там не совсем правильная физиологическая поза, когда на велосипеде есть вопрос к простате, но не у всех есть простата, поэтому опустим. Когда мы крутим велосипед, тем не менее ударной нагрузки на колени меньше, там чуть-чуть по-другому работают мышцы. Но дело не в этом, дело в том, что в принципе может быть любая циклическая нагрузка, но у велосипедов есть одно свойство. В некоторых городах дорожно-транспортная такая обстановка настолько неблагоприятная, что быть велосипедистом опасно для здоровья и для жизни, и очень сложно вырабатывать ксидозоты, если человек лежит на вытяжке от соприкосновения спины со спинкой на больничной кровати. То есть когда вы выбираете для себя тот или иной вид циклической нагрузки, вы надо вот прям холистично. Есть еще другая история, есть еще вот история, например, мне нравится скандинавская ходьба, я знаю, что она так классная, потому что она разгружает опронтовительный аппарат, там ходишь, ну и я мало обращаю внимания на окружающих, но я знаю, что люди, вот как бы я ни рассказывал людям про прекрасную скандинавскую ходьбу, они скажут, да нет, я никогда в жизни с этим палком не пойду, потому что, ну, пошлые люди с ними только ходят в нашей стране, еще есть стихотворение про лыжи «Асфальт», конечно же, да, вот, который все знают, и большинство людей, ну, то есть как бы ты ни предлагал, как бы ты ни продавал скандинавскую ходьбу людям, для некоторых людей это как запрет, и поэтому каждый раз, когда вы выбираете себе вид физической активности, циклической нагрузки, которую вы будете себе там, которую интегрируете в свою жизнь, надо понимать, что она должна подходить именно вам, то есть вам, ну, вот, если вам нравится там заниматься латиной, ну, латина, значит, вот, ну, давайте дальше. Значит, что хочется еще сказать, что люди тоже огромные мышцы, небольшой процент жира в организме, это тоже, в принципе, не признак здоровья, ну, во-первых, мы должны понимать, что если люди, ну, там, для них их тело является способом заработка, то вам придется бросить все, придется бросить работу, уйти из семьи и пойти в тренажерный зал и только заниматься тем, чтобы, ну, качать свое тело, доводить его до каких-то идеалов. Но на самом деле со здоровьем это, в общем-то, в общем-то не связано. Нам совершенно не важно иметь там гипертрофированную мускулатуру или какой-то чудовищно низкий процент жира. Более того, вот эти вот исследования, они показывают, что максимально продолжительная жизнь демонстрируют люди, у которых индекс массы тела находится на границе нормальных и повышенных значений. То есть совершенно необязательно. Мы просто, на самом деле, нам не надо фрустрироваться, когда мы листаем фоточки в Инстаграме и видим каких-то людей с невероятным количеством кубиков, просто все состоящие из кубиков на теле или какие-то с невероятным, когда видно каждую прожилку, мышечную прожилку. Поэтому мы понимаем, что эти люди, ну, скорее всего, либо, может быть, управляют какие-то вещества, либо им повезло в генетическую лотерею, но все успеть невозможно. Невозможно и накачаться, и успеть там в бизнесе, и с детьми поиграть, и на концерт сходить, и надо что-то выбирать. Надо выбирать, ну, находить какой-то баланс, золотую середину и не стремиться к совершенству, потому что это может привести еще ко всяким психологическим проблемам, фрустрации и так далее. И у этого есть название. Люди, которые очень сильно увлечены там даже здоровьем, зожем, у них есть даже психологическое. Иногда это доходит до степени такого психологического дискомфорта, если не сказать сильнее. У этого есть название. Один из видов тревожного расстройства называется арторексия, когда вы хотите быть здоровее, чем даже вот этот вот Билли из мультфильма «Остров сокровищ», то, в общем-то, здоровье – это не только отсутствие болезни, но и состояние не только физического, но и психического, и социального благополучия. Ваши занятия спортом не должны вас как-то очень сильно, или ваш здоровый образ жизни не должен быть каким-то, выглядеть странным, ну, как минимум, да? Вы не должны уходить из семьи, уходить в спорт, или становиться каким-то триатлетом, таким образом, чтобы ваши дети забыли, как вы выглядите. Вот, ну, давайте, ладно, не будем на этой скользкой теме обращать внимание. Смотрите, я всех наругал, а теперь хотелось бы что-нибудь более конструктивного рассказать, что же действительно нужно делать для того, чтобы прожить подольше. Вот, в первую очередь, нужно, наверное, сформулировать себе цель, понять, что вы хотите. Ну, так психологи говорят, я, на самом деле, я не очень структурный человек, потому что я вот просто говорю, потому что надо сказать, ну, у меня с ума вот так не получается. Значит, для того, чтобы дожить до 100 лет, вот хочу дожить до 100 лет, на самом деле, чтобы дожить до 100 лет, нужно, чтобы повезло в генетическую лотерею, нужно, чтобы ваши родственники, там, папа, мама, дожили лет до 80. Ну, и плюс соблюдать некие правила, регулярно проходить какие-то чекапы, составить план здорового образа жизни, ну, и многие такие факторы. Значит, быть в курсе последних достижений медицины. К сожалению, в нашей стране врачи находятся в очень таком, ну, то есть они чересчур, так скажем, загружены, наверное, работой, у них на прием очень мало времени, и врачам, ну, наверное, нет времени совсем обновлять свои знания, если они еще хотят там по взаимодействию со своими родственниками куда-то сходить. Вот, и очень часто врачи не могут донести той информации, которая вам необходима, поэтому эту информацию, если у вас есть какие-то вопросики, нужно научиться добывать самостоятельно. Сразу хочу сказать, что в русскоязычном сегменте интернета лучше этого не делать, потому что, скорее всего, вы получите недостоверную информацию. Есть такая проблема, многие, кто занимается психологией, знают, что вот первая информация, которую вы почерпнете из интернета, она сильнее всего засядет в вашей голове, вот если вы, например, вот задумаетесь о прививках, зайдете в русскоязычный сегмент интернета, а там все стативы вылезут по поводу того, что, ой, прививки, это же ужас, там вызывают эпилепсию, сахарный диабет и так далее, и у вас очень высокий шанс стать вот антипрививочником или так далее. То есть первая информация заседает в голове очень мощной, поэтому если у вас есть какой-то вопрос по вашему заболеванию, или не по вашему заболеванию, по заболеванию родственников, не делайте это в русскоязычном сегменте интернета. Есть переводчики, есть Google Chrome с автоматическим переводом, заходите в англоязычный сегмент, там дела обстоят лучше, есть ресурсы там CDC, ЦКЗ, есть ресурсы NHS и так далее, то есть везде лучше искать. Вот почему-то он так устроен, что когда вы что-то спрашиваете у Google на английском, там выборка информации, ну как-то более приемлемая, то есть нет такого ужаса, который творится в русскоязычном сегменте. Есть, ну здесь я опять воспользуюсь своим служебным положением, порекламирую свой телеграм-канал, свой YouTube канал, вы можете подписаться, доктор Утин, это я, это на YouTube канале, значит, колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики, прожать. Что еще, какие хорошие штуки есть? Хорошая штука есть на Мачи Мян Тути, телеграм-канал, на самом деле есть уже много довольно специализированных телеграм-каналов, которые, и в общем в инстаграме, наверное, есть хорошие доказательные врачи, за которыми, в общем, интересно следить, если вас что-то беспокоит. Ну вот, плюс, что еще хотел порекомендовать вам, если вас интересуют какие-то редкие заболевания, новые лекарства от этих редких заболеваний, то есть еще такой ресурс с дурацким названием МОС-метопрепараты, они там рассказывают каждый день о появлении каких-то новых средств, от нового типа рака и так далее сейчас. Каждый день что-то новое происходит. К чему я это говорю? К тому, что ко мне до сих пор приходят на прием люди, я занимаюсь кардиологией, ну так, ну параллельно, и спрашиваю про все остальное, что происходит. Ну это они мне рассказывают, у меня там гепатит С, я говорю, ну а что вы его не вылечили? Он говорит, а он не лечится. Я говорю, как же не лечится? Вот уже лет 10 как лечится, причем полностью излечивается гепатит С. Люди просто не в курсе, что уже 10 лет назад он мог от него излечиться, а он уже 10 лет живет с мыслью о том, что вот у него будет либо рак, либо цирроз печени. А вот сейчас уже огромное количество дженериков появилось, которые практически там 95-98% людей излечиваются полностью после курса вот этих новых препаратов. То есть вот так настолько важно быть в курсе последних достижений медицины. Про диспансеризации. Я занимаюсь диспансеризациями, я занимаюсь именно кардиологическими диспансеризациями. На самом деле, что мы знаем про проверки здоровья? Значит, существует две группы людей и два типа отношений к собственному здоровью. А хотелось бы, чтобы было третье отношение. Сейчас я расскажу, какой первый тип. Первый тип – это люди, которые говорят меньше, знаешь, крепче спишь. Обычно это старшее поколение, то есть это вот моя мама, папа, может быть, ваши бабушки, дедушки, люди, которым стыдно обращаться к врачу. Они жили в Советском Союзе. В Советском Союзе была палочная система диспансеризации, не отпускали в отпуск, если там флюорографию не сделаешь. Потом все развалилось, продолжительность жизни резко упала ниже 59 лет. Мужчины жили в 90-е годы. И сейчас они сами не пойдут никогда к врачу, вдруг что-то найдет. Наверное, к этой же категории людей, ибо впервые они рассказывают о том, что с ними происходит, они рассказывают обычно в реанимации, когда с ними случается инсульта и инфаркт. Но состояние, которое приводит к инсульту и инфаркту, можно обнаружить за годы и десятилетия до того, как это происходит, обнаружить и начать лечить. Потому что, ну, ладно, давайте чуть попозже я об этом более эмоционально скажу. Значит, к этой же группе относятся люди, которые считают, например, что кардиограмма это прекрасный способ проверки здоровья сердца. Все думают, что в кардиограмме, в том числе спортсмен думает, что в кардиограмме в этих избивах, изгибах зашифровано, что было, что будет, чем сердце успокоится. Но на самом деле кардиограмма, у нее очень низкая предсказательная ценность. То есть, можно снять совершенно нормальную кардиограмму за два часа до инфаркта миокарда. То есть, да, вот инфаркт миокарда пока что уже в ходу, но за два часа до инфаркта она будет совершенно нормальной, человек ничего не будет подозревать. И люди, которые снимают кардиограмму, говорят, да, все нормально у вас. Они успокаиваются, и через два дня с ними случается инфаркт или инсульт. Наверное, нужны были какие-то другие методы обследования для того, чтобы понять, что нет, не все нормально. Давление 160, это не ваше нормальное давление. Давление 160 должно лечиться. Холестерин, наличие атероскологических бляшек требует немедленного назначения и, конечно же, препаратов, которые будут корректировать эти состояния. Значит, да, второй тип отношения к собственному здоровью это люди, которые, ну там, как говорят у нас опять же в интернетах, пришли к успеху, либо люди с тревожным типом, такой ипохондрики, вот, они хотят вот прям все, вот все анализы и обследование сделать. И это тоже неправильно. Сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, в онкомаркере нет биологических маркеров, которые там покажут покажут рак в организме. Не используют, даже к ПСА есть вопросы, если кого-то интересует, я потом могу объяснить, что с ПСА не так. Вот, но вообще нет никаких вот биохимических маркеров крови, так называемых онкомаркеров. Когда он назначает, кто-то назначает онкомаркеры, он хочет только, он хочет получить у вас немножко денег. Вот, значит, что бы, или люди, которые, например, приходят, и говорят, я хочу все анализы. Вот, им сдают все анализы, и там куча всяких особенностей. И вот, каждый раз ты думаешь, ну, и что с этими, с этими особенностями, как их объяснять, что с ними делать, и так далее. Очень, очень показательным будет вот этот вот пример. Человек приходит, заработал, заработал много денег, приходит и говорит, я хочу МРТ всего тела, вот, хочу знать, вот, как мое тело внутри устроено. Он ложится в прибор, МРТ туда залезает, ему делают, вот, он заехал в МРТ, и выехал из МРТ, это вторая половина его жизни. Почему? Потому что, как только он, как только он получил заключение, в этом заключении написано, не бывает, ни разу я не видел МРТ, где написано, все, зашибись у вас. Такого не бывает. То есть, всегда что-нибудь обнаружится, какие-то, какие-то там будут, там, протрузии, протрузии или грыжи в поясничном отделе, там, после 30 лет у 50% людей, причем это не связано с болью в спине, можно, спина может болеть и без грыж, и грыжи вообще никогда не болит спина. протрузии и грыжи, там кисты в почках, гемангиомы в печени, ну, подсказывайте, что-нибудь, затемнение в легких, и человек, человек, он вылезет из этого аппарата МРТ, и потом, даже если он не тревожный, даже если доктор, да киста, она ничего никогда не будет, ну, там, он все равно, ночью как-нибудь возьмет, да проснется, а как там моя киста поживает в почках, а что там, что там с ней, то есть, у человека все было нормально в жизни, он получил себе тревожное расстройство, или иногда бывает такое, что плохо что-то посмотрел, или какой-то артефакт, мы не знаем, что это такое, ну, и давай там в нем ковыряться, что-то делать, там какие-то осложнения возникают, то есть, надо делать только те исследования, которые доказаны, влияют на продолжительность жизни, вам не обязательно знать про все особенности вашего армонизма, вот тут как раз, вот этот вот термин, поменьше знает, крепче спишь, он как раз в этом случае работает, значит, ну, давайте поговорим все-таки, какие обследования нужно делать, здесь, я надеюсь, что здесь хорошо сейчас видно, хорошо, смотрите, в 12-15 лет узнать свой уровень холестерина, для многих будет открытие, но уровень холестерина, это не то, что вы едите, едите в ресторанах быстрого питания, уровень холестерина, в первую очередь, это то, что досталось вам от мамы, от папы, если у родственников, у родственников в первую линию, кровных родственников, были особенно инсульты, инфаркты до 65 лет, обязательно еще в детском возрасте узнать свой уровень холестерина, потому что иногда бывают наследственные дислепидемии, когда уровень холестерина чудовищно высокий, вот, и он может привести к инфарктам и инсультам в довольно молодом возрасте, вот, от питания уровень холестерина зависит только на 10-15%, даже если вы станете вегетарианцем при чудовищно высоком уровне холестерина, вам поможет только назначение специальных препаратов. Уровень глюкозогемоглобина в детстве также узнать. Сделать ЭКГ и эхо сердца в детстве, может быть, еще раньше оно делается, для того, чтобы посмотреть, нет ли каких-то врожденных патологий. По ЭКГ это какой-нибудь синдром Бругаду, утлененного интервала КУТЭ. Сделать, если все нормально, забыть про эту кардиограмму до 65 лет. Сделать УЗИ сердца, чтобы понять, что у вас там нет врожденной патологии, но, скорее всего, вы где-то еще пораньше это сделаете. После рождения обычно УЗИ сердца делают. Смотрят, чтобы все было структурно нормально. Флюорографию сделать. Флюорография, тоже для многих будет удивительной историей, это скрининг на туберкулез. Флюорография, даже, честно говоря, пневмония, иногда плохо определяет и уж точно, никогда не определит какие-то онкологические заболевания на ранней стадии. Поэтому флюорография, все-таки скрининг туберкулеза, и именно так к ней и надо относиться. Значит, задавать кровь на ВИЧ и гепатиты нужно регулярно после начала половой жизни. Почему? Там все остальные, в принципе, инфекции, наверное, тоже нужно как-то сдавать, потому что, ну, если вы ведете, там, вот такую вот половую жизнь, вам можно позавидовать. Но на самом деле серьезной проблемой является ВИЧ и гепатита. То есть это серьезные проблемы. Более того, мы должны понимать, что именно Россия находится в состоянии эпидемии. Мы об этом говорили давно. Слава Богу, что Дудь сделал этот фильм, который рассказал, открыл глаза россиянам на то, что происходит сейчас. У нас прямо вот экваториальная Африка по темпам роста ВИЧ-инфекции. То есть каждый сотый в этой стране ВИЧ-инфицированный, это включает, похоже, что пожилых людей и маленьких детей. Это очень-очень много. Вы можете сами сделать вывод по поводу ВИЧ-инфекции, поэтому, конечно же, защищенные половые контакты, презерватив и так далее, все эти истории. Ну ладно, я не буду морализировать ничего, рассказывать. По поводу давления. Измерять давление каждый день, скорее всего, это тревожное расстройство. Нет никаких показаний для того, чтобы постоянно контролировать давление. Там очень глубокая проблема. Я могу там долго рассказывать, просто углубиться, погрузиться и рассказать. Просто поверьте на слово. Люди, которые постоянно что-то там измеряют давление и выкраивают эти таблетки, они, в общем, совершенно неправильно все делают. Если давление нужно измерять, если оно у вас нормальное, нужно измерить его один раз в год измеряется. Если оно нормальное, один раз в год измерили, три дня где-то утром и вечером поизмеряли, оно у вас 120 на 80 ниже, вы успокоились, и все, и пошли гулять там в следующий раз через год его измерили с оказией. Также несколько дней подряд можно его измерять, если вы заподозрили, что у вас гипертоническая болезнь. Измерили, а у вас давление 135, например, или 130 на 85. Вы начинаете несколько дней измерять, вести неучок давления, в состоянии покоя выясняете, что оно повышено, и идете к врачу. Либо в процессе подбора препаратов, препаратов, которые вы будете пить постоянно. Но если его измеряете каждый день, то это один из вариантов тревожного расстройства. Сейчас второй вариант тоже есть тревожного расстройства, связанный с кардиологическими показателями, это отслеживать еще и пульс. Появились гаджеты, и теперь люди получили вторую штуку, то есть они теперь следят за пульсом и начинают испытывать всякие панические расстройства из-за того, что гаджет пошевелился, у них почему-то показалось 180 пульс, они тут же бегут к врачу и постоянно следят за пульсом. Ну ладно, я не хочу никого осуждать, но знаете об этом, что лучше просто поговорить с нормальным терапевтом, чтобы тот назначил нормальную терапию, которую человек будет пить постоянно. Знаете, в чем проблема? Давайте я все-таки вернусь и объясню с давлением. Вот пожилые люди особенно, они так делают, они зачем-то постоянно меряют давление, зачем-то постоянно оценивают его динамику. Вот они с утра проснулись, у них давление 120 на 80. Они такие, ну нет, я же не буду травить свой организм химией, я тогда пропущу прием препарата. Они пропускают прием препарата и потом в течение дня отслеживают динамику. А так как препарат, он должен каждый день поступать в кровь, чтобы обеспечивать постоянную концентрацию в крови, так устроена терапия, то в течение дня, так как концентрация препарата снижается, его дозу мы не получили, давление начинает расти, они начинают, значит, такое паниковать. И в конце дня они начинают сбивать это давление. Давление, значит, сбивается потом, падает ниже принца, то есть они пьют много препаратов короткого действия, на следующий день оно падает ниже принца, они там испытывают непонятные ощущения у них. И они постоянно живут на этих вот качелях. Они мониторируют зачем-то это давление, и то оно высокое, и то низкое, и это никакого нет в этом медицинского смысла. То есть сбивать давление не нужно, нужно просто постоянно принимать препарат, который обеспечивает давление 120 на 80, и ниже в состоянии покоя. То есть давление измеряется только в покое, во всех остальных случаях это мусорное измерение. Ну ладно, давайте, что-то я увлекся. Для 25 лет или через 10 лет от начала половой жизни не у всех это 25 лет. Значит, надо делать мазок на онкогенные штаммы и вирус папиллом человека, онкостиологии. Ну, женщины обычно, они очень дисциплинированы, они все это делают. То есть каждый год смотреть, делать эти исследования для того, чтобы диагностировать предраки и диагностика рака шеи, шейки матки. На самом деле есть страны, в которых скоро люди не будут умирать от рака шейки матки. Например, в Австралии. По их прогнозам, к 30-му году количество заболевших раком шейки матки женщин сведется к нулю. Почему происходит? Потому что в Австралии и мальчиков, и девочек прививают прививкой от вирус папиллом человека гордосилом нескольких штаммов. То есть он не только там от рака шейки матки, от 16-18 штамма, он еще там от папиллом и так далее. У нас в некоторых регионах прививают девочек, но надо прививать и девочек, и мальчиков, чтобы полностью побороть эту историю. 30-40 лет – это важный возраст для того, чтобы начать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний. В общем-то, смотрите, инсульты, инфаркты, у них всегда есть субстрат. Этот субстрат – атеросклеротическая бляшка. Бляшка – это такой, условно говоря, такой прыщ в просвете сосуда. У него есть жидкое содержимое внутри. Этот прыщ в жидкое содержимое – там холестерин. И вот когда этот жидкое содержимое бляшки проливается по разным причинам, изливается в просвет сосуда, кровь сворачивается на поверхности разорвавшейся бляшки, закупоривается в просвет сосуда. Если это происходит в сердце, это называется инфаркт миокарда. Если это происходит в головном мозгу – ишемический инсульт. И это основная причина смерти. ну практически половины от россиян вот так погибают и всегда не бывает такого что такого я сейчас слышно он просто много нервничал у него была тяжелая работа он там ну что-то переживал и так далее и вот с ним случилось такое дети иногда так сильно нервничают когда вы не купили им игрушку они просто бьются в истерике они бьют головой о пол но с ними не случаются инфаркты почти никогда не случается потому что у них нет бляшки да вот есть а вот если есть бляшка у человека то эту бляшку можно вылечить да можно назначить там статина для того чтобы миллионировать бляшку уменьшить это жидкое содержимое уменьшить вероятность разрывы и и то есть вот все эти за годы и десятилетия до инфарктов инсультов внезапной смерти который казалось бы вроде возникает на фоне полного здоровья можно совершенно спокойно там в 30-40 лет обнаружить в какие-то пред предвосхищающие заболевания там высокое давление высокое уровень холестерина образование терраскотической бляшки и начать терапию этого состояния то есть о чем говорят исследования исследования говорят о том что вот вот это исследуем циркуляшин говорит что можно не умирать от инфарктов инсультов то есть но я бы хотел вернуться опять к нашей таблице довести ее до конца то есть надо посмотреть уровень воспаления показывается реактивный белок надо сделать гастроскопию маммографии вот последний след не показал что все-таки после 40 лет раз в год маммографии это хорошая история нужно это и делать там есть споры о том что может быть не надо так рано делать маммографии но похоже все-таки надо делать маммографии и самый доказанный вид вид скрининга с которым вы может быть выйдете отсюда там несколько озадаченный это делать после 45 лет или после 50 лет раз в 10 лет колоноскопию потому что это профилактика колоректального рака это один из самых распространенных видов рака очень сложно лечиться но при этом очень легко профилактируется на колоноскопии видно полип он прижигается прямо во время процедуры и вы в следующий раз там забываете на два года об этой истории вот это легких для курильщиков именно низкодозные коты легких является после 55 лет скринингом на в общем на на рак легкого только коты легких обнаружат рак легких на той стадии на которую его можно прооперировать совершенно без проблем для здоровья ну и брюшной полости и кг после 65 лет вот это вот вот эти вот скрининги в общем-то их достаточно делать и это ведь не очень сложно да еще наверно сюда надо добавить дерматоскопии для людей с родинками после определенного возраста ну просто показывать раз в год где-то в ноябре после того как уже солнышко там давно не было на солнце сходить к драматологу делать дерматоскопию посмотреть на родинки это как бы профилактика будет меланомы но вот белгейтс вот на этом слайде опубликовал такие ожидания и реальность столбцы вот эта структура смертности в америке это университет сан-диего опубликовал такое интересное статические данные что что какая структура смертности в америке на самом деле и что американцы гулят и что о чем рассказывают сми американцам да вот оказывается что там больше 30 процентов американцев умирают от сердечно-сосудистых заболеваний но при этом практически никто не гуглит сердечно-сосудистые заболевания всем как бы все не боятся умереть от сердца то есть все в основном боятся рака вот а средства массовой информации в первую очередь рассказывается такая красная полоска это терроризм рассказывают о причине смерти как терроризме от которой в америке не умирает примерно никто вот если при самом таком грубом приближение вы запомнили да вот рака в америке на самом деле 29 процентов сердечно-сосудистых заболеваний вот столько а вот теперь посмотрим на структуру смертности в российской федерации в четырнадцатом году почему в четырнадцатый год почему я не подготовился приехал к вам с такими устаревшими данными потому что в пятнадцатом году владимир владимирович путин сказал что мы боремся сердечно-сосудистыми заболеваниями и резко внезапно чудесным образом это вот структура резко поменялось вот этого синего цвета стало там намного меньше очень выросла фисташка другие заболевания вот прям в течение года такого эффекта добился системы дровоохранения при этом общая смертность как-то даже в общем то не поменялось просто стало от сердца гораздо меньше людей умирать в общем в четырнадцатом году было показано что сердечно-сосудистых заболеваний умирал где-то вот 55 процентов россиян я думаю что где-то вот эти данные так сохраняются то есть от инсультов инфарктов погибает половина половина наших соотечественников и смотрите только 15 процентов россиян погибает от онкологических заболеваний помните в америке 30 процентов знаете почему да есть какие-нибудь версии не доживают абсолютно верно просто не доживают до онкологии конечно то есть можно сейчас вот как в конце девятнадцатого века стало можно не умирать от инфекционных эпидемий дети перестали умирать от эпидемии там кори красну там паратит и так далее так сейчас можно не умирать от инсультов инфарктов развитых странах это происходит то есть вы но в больших городах вы наверное я видели там приезжают какие-то бабушки из из франции там им видно что им лет там под 90 под 80 они и все на помаде в румянах и они ходят фотографируют московское метро вот у них активная жизненная позиция даже 80 90 лет и вспомните как два ваши родственники дай бог им здоровья ведут себя 80 90 лет это совсем совсем другие как бы истории я не хочу показаться каким-то русофобом тем не менее вот я говорю о том что вижу значит какой самый самый простой способ чтобы прожить долго для для начала не умереть рано какой вообще самый эффективный способ продлить жизни россиянина на 7 лет вот прям с нисходя не отходя от кассы взять и 7 лет в подарок дать как вы думаете ну я не настолько афилирован с поколеновскую ходьбу не то чтобы они мне платят денег нет на самом деле самый самый простой способ увеличить на 7 лет продолжительность жизни россиян это бросить курить курение отнимает 10 лет жизни вот если человек бросил курить в любой момент жизни он в среднем живет на 7 лет дольше чем чек который не бросил курить то есть лучшее что вы можете сделать вы можете ничего не делать из вот из того что я вам расскажу дальше в этой лекции вы просто бросите курить и это будет это будет лучше для вашего здоровья чем все остальное то есть нет ничего такого чтобы также конкурировала с отказом от курения то есть на курить настолько неразумно что у меня не хватает слов но я все-таки попытаюсь их найти значит в первую очередь но смотрите если вот давайте сравним там как бы алкоголь и курение тоже алкоголь то так себе чуть попозже может быть скажем об этом алкоголь так себе привычка все знают что алкоголь огромная медико-социальная проблема в россии количество как но но когда мы берем вот выпиваем алкоголь мы берем кусок своего здоровья по очень плохому обменному курсу мы меняем там и он и какое-то там странное настроение приключение которое мы иногда травмы да но тоже какие-то воспоминания которые дают нам алкоголь вот что что-то там алкоголь является социальной смазкой что там происходит очень плохой обменный курс очень большой вред для здоровья когда мы курим берем 10 лет своей жизни платим за это деньги взамен получаем вообще ноль ничего не получаем плохой запаха изо рта это супер странный обмен по почему это люди делать до сих пор понятно что это что зависимость важно понимать что курение собственно ваша задача для отказа коней есть прям целые стратегии для отказа от курения вместе на канале прямо ролик посвященный стратегиями для отказа от курения важно понять что никотин не является ну или почти не является канцерогеном тем веществом который является проблемой проблемы являются продукты горения сигарет вот если вы курите и вам не хватает нам этого никотина если вы никотина о наркоман то вы получаете никотин другим способом используйте никотиновый пластырь там жуйте жвачку каждый раз когда на фоне применения sales у нас у вас все равно возникает никотиновой тяга никто не против того что вы получали никотин не курите не получайте продукты горения от аналог их сигарет вот такая вот не будет рекомендации значит да кстати мы так так мало врачи уделяют внимание проблеме курения при этом проблема курения является настолько большой то есть она больше всего забирает забирает жизни она даже больше в общем забирает жизни чем чем строго говоря высокое давление а давайте как кстати я вам объясню как действует и курение высокое давление сосуды почему почему даже собственно основная проблема это не рак легкого у курения основная проблема это сосуды вот смотрите вот внутренние оболочки сосуды помните там эндотели все это выстилается там все красиво в сосуде и вот высокое давление она механически как сад в садовом шланге травмирует сосудистую стенку сосудистые стенки возникают микротрещины и через эти микротрещины начинает проникать холестерин он проникает в следующее в оболочку там и откладывается в виде холестериновых отложений холестериновых бляшкой потом это все заканчивается разрывом этой бляшки выходом жидкого содержимого сворачиваем крови на поверхности бляшки инсультом инфарктом и вот этими всеми печальными вещами курение делает действует ну то есть просто при высоком давлении сосуды стареют быстрее это заблуждение что при высоком давлении болит голова люди с давлением 240 прекрасно себя чувствуют при этом еще в обратно люди с низким давлением плохо себя чувствуют гипотоники вот здесь наверное при присутствует молодого до молодые барышни с давлением 90 на 60 они частенько могут там в обморок упасть в душном помещении вообще с утра не очень без кофе там сложно сложно проснуться но при этом мы знаем что люди с низким давлением они как бы живут плохо но долго да вот поэтому никакого конечно никакого сочувствия они не вызывают у меня вот да что хотел что хотел сказать и как курение действует курение смотрите курение вот как когда люди курят сигареты продукты горения сигареты эти активные молекулы они из из легких попадают в ток они активно атакуют стенки артерий а если в случае высокого давления механическое возникает повреждение вот этого эндотелия то в случае курение химические обжигают то есть химически атакуют быть активные молекулы повреждают клетки эндотелия не там возникает повреждение там ну условно говоря ожоги такой ну как популист выступаю вот вот через эти ожоги опять же начинает проникать холестерин откладываться ведь бляшка и так далее теперь вы спросите меня про холестерин да смотрите отложение бляшка это не только холестерин у человека с высоким холестерин но если он у него низкое давление он не курит у него могут медленно все он все равно будет быстрее чем у человека с низким холестерин откладывается он стенки артерий но довольно медленно откладываться и обратная ситуация у человека с низким холестерин но который и курит и с высоким давлением у него будут активно повреждаться вот эти вот Вот этот эндотелий и холестерин все равно будет проникать. То есть процесс образования бляшек в сосудах – это комплексный процесс. Это холестерин, это курение, это высокое давление, это высокий сахар в крови, который повреждает эндотелий, нарушает питание эндотелий и усиливает проникновение холестерина в стенке артерий. Это все так действует негативно. По поводу алкоголя, похоже, что нет безопасных доз алкоголя. Последний исследователь в Ланците показал, что алкоголь – это 7 видов рака, гипертоническая болезнь влияет на развитие гипертонической болезни, влияет на развитие язвенной болезни желудка, влияет на развитие мерцательной аритмии, инсультов. Все раки желудочно-кишечного тракта связаны с алкоголем. В нашей стране, наверное, это единственный способ как-то немножко разгружить голову. Но мы понимаем, что алкоголизм – это если у вас потери за контролем количества выпитого, если вы выпиваете, садитесь в ресторан, оставляете мизинец, выпиваете бокал красного вина. Алексей, можно микрофон поближе? Что-что? Микрофон поближе, пожалуйста. Поближе, ага, вот так. Хорошо. Вот, выпиваете бокал красного, потом срываясь в какой-то загул, то, наверное, вам не стоит выпивать алкоголь. То есть мы видим, что в России и во многих странах мира уменьшается количество потребляемого алкоголя на душу населения, и вместе с этим уменьшается количество дорожных транспортных происшествий, домашнего насилия, убийств, сумму убийств, отравлений и так далее. То есть для нас это серьезная социальная проблема. Есть такой тест, ВОЗовский тест, называется тест аудит. Вы можете пройти ВОЗ, аудит, набрать в поисковике, и там пройти, если вы набрали по алкоголю больше, чем 8 баллов, то, скорее всего, вам не стоит управлять алкоголь вообще. Там такие вопросы типа, вот в состоянии алкогольного определения получали ли вы, например, ортопедическую травму? Если вы были в состоянии, выпив, пропускали ли вы работу? Или что-то такое. В общем, короче, вот такой список вопросов, которые говорят о том, насколько глубоко вы в этой теме находитесь. И если вы находитесь глубоко, то, конечно, надо полностью отказываться от употребления. Давайте по поводу веса. Очень много споров, очень много подмены понятий существует между... То есть снижение веса не всегда равно здоровый образ жизни. Это вот очень важно понимать. Очень часто люди, которые какие-то пропагандируют диеты, не очень здоровые, они говорят, ну я же снизил вес, вот на всех диетах у меня не получалось, а вот я сел на кефирную диету, и все со мной случилось. То есть у меня действительно снизился вес. На самом деле вес не является целью. То есть вес – это такой же вот суррогатный маркер, который у нас... Мы должны всегда ориентироваться на увеличение продолжительности жизни и оценивать с этого. Что мы знаем? Что короткие диеты, блиц-диеты, которые на короткое время способствуют снижению веса, они даже несколько уменьшают продолжительность жизни людей. То есть лучше, наверное, не использовать диету какую-то. И вообще сейчас большинство диетологов старается отойти от понятия диеты, особенно короткой диеты, а говорить о том, что человеку надо раз и навсегда изменить стереотип питания. То есть нельзя один раз взять и похудеть. Надо раз и навсегда взять что-то, что-то поменять в своей жизни, начать что-то понимать в ней, что-то изменить в ней, и тогда это будет работать. Все мы знаем про эффекты йо-йо, когда женщина хочет, наверное, пойти на встречу выпускников, начинает заранее, за несколько месяцев к этому готовиться, садится на какую-нибудь кефирную диету, ничего кроме кефира не ест, она хочет что-то, чтобы словить восхищенные взгляды бывших одноклассников, она сидит на этой диете. Она в первую очередь теряет, конечно, эту мышечную массу, немножко теряет жировой массы. Потом что-то после этого вечера встреча выпускников, все что-то идет не так, она возвращается и съедает ведро мороженого. Возникает в любом случае, любая голодная диета, она заканчивается пищевым срывом. Но каждый раз, когда она заканчивается пищевым срывом, там меняется отношение жировой и мышечной массы в негативную сторону. Потому что когда мы теряем мышечную массу, мышечная масса – это ткань, которую надо, в общем-то, ценить и беречь. Она активно занимается жиросжиганием, и в основном она вносит вклад в этот самый основной обмен. И вот когда мы худеем на короткой такой близ диете, мы теряем мышцы, и потом у нас снижается основная обменка, и когда мы возвращаемся к тем стереотипам питания, которые были до голодной диеты, у нас меняется отношение жира и мышцы. Жир очень быстро нарастает обратно, а мышц остается, в общем-то, мало. Люди, которые занимаются в трансжерном зале, они понимают, как тяжело эти мышцы обратно нарастить. Это интересный такой слайд, интересное исследование, которое, собственно, подтверждает мои слова, и оно потихонечку переводит нас к уровню физической активности. Вот здесь мы видим четыре таких троистолбия. Вот самое вот это троистолбие – это нормальный индекс массы тела. Давайте я прямо подойду, потому что не всегда понятно. Вот это нормальный вес, вот это немного избыточный вес, это ожирение первой степени, ожирение второй степени. Значит, каждый первый столбик в троистолбии – это мета, это количество физической активности. Здесь, вот в каждом троистолбии крайний… Это какая рука? Правый столбик. Левый. Правый. Правый столбик. Это, значит, достаточное количество физической активности. Это отсутствие физической активности. Так вот, что мы видим в этом исследовании? Мы видим, что сами столбики говорят потери лет жизни. По сравнению с человеком, который имеет нормальный индекс массы тела, и каждый день проходит 10 тысяч шагов. Вот если человек имеет нормальный индекс массы тела, но не двигается вообще, сидит целый день за компьютером, вот, пьет там… Ну, в общем, он теряет по сравнению с этим 4-7 лет жизни, поэтому мы говорим, что неподвижный образ жизни – новое курение. Ну, практически почти 5 лет жизни теряет, да? Как ни странно, человек с избыточным весом теряет лет жизни чуть меньше, если он сидит за компьютером. И мы уже об этом говорили, что небольшой избыток массы тела, в общем, не так, чтобы плохо. Но вот ожирение второй степени, мы посмотрим на самые последние 3 столбия. Ожирение второй степени – это всегда какое-то метаболическое заболевание. Это или гипертоническая болезнь, или нарушение толерантности глюкозе, сахарный диабет, либо высокая мочевая кислота, проблемы с почками. Ну, понятно, что и поясница, либо все вместе это взятое. То есть практически всегда ожирение второй степени – это проблема. И поэтому у людей с ожирением второй степени, которые не двигаются вообще, они теряют 7-2 года от продолжительности жизни. То есть довольно существенно. Но при этом человек, у которого ожирение второй степени, есть какие-то проблемы. Но при этом он… Посмотрите на вот этот вот первый столбик, второй столбик. Если он ходит по 10 тысяч шагов каждый день, то он проживет дольше, чем человек с нормальным индексом тела, с нормальным весом, который не двигается вообще. Поэтому даже есть такая концепция, что можно не стремиться к снижению веса, можно вести здоровый образ жизни при любом практически весе. Конечно, хорошо бы иметь какой-нибудь идеальный вес, но в принципе это не обязательно. Немножко мы поговорим про питание, правильные пищевые привычки. Давайте телеграфно. Я, конечно, мамин диетолог, поэтому я вам расскажу то, что знаю. Не спрашивайте у меня подробно, чем мне питаться, а я тут вам не расскажу. Но вот в этом метаанализе собрали разные пищевые привычки. Это понятно, что вообще сделать исследование по диетологии довольно сложно, потому что нет людей, которые питаются монопродуктами. Тем не менее, мы знаем, как так или иначе разные продукты влияют на продолжительные жизни. Например, единичка по этой вертикальной оси – это какая-то условная смертность. Ниже вниз эта смертность снижается, выше повышается. Горизонтальная ось – это количество грамм в день. Цельнозерновые и злаковые крупы. Чем больше мы их едим, тем, смотрите, как прекрасно чувствуют себя. То есть смертность снижается. Следующее – это обработанные злаковые. Это всякий там белый рис шлифованный. Это белая мука. Вот 130 грамм в день, а уже потом выше этого смертность начинает немножечко расти. Я прошу воспринимать опять же это исследование с некой долей условности. То есть это не руководство к действию, но это какой-то общий тренд, с которым мы должны понимать. Вот овощи. Мы видим, что 300 грамм в день овощей норм, а дальше, в принципе, можно дальше этими бракалями не давиться. Но в целом. То есть 300 грамм съели. Я серьезно, я не люблю овощи. Я прямо заставляю себя есть, я знаю, что это нужно делать. Вот фрукты. У них есть такой вот хвостик, в общем-то, фруктоза, и поэтому мы больше даже рекомендуем, на самом деле, больше налегать на овощи, потому что к овощам у нас точно нет никаких вопросов. Фруктов тоже нужно есть, но, в общем, не так много, как овощей. В целом, где-то мы должны полкило овощей и фруктов в день съедать. Орехи. Орехи, ну, вот 18 грамм орехов в день нормально. Бобовые тоже, смотри, какие они молодцы. Но вы все знаете за бобовые, чем это чревато. Смотрите, яйца. Мы перестали давно демонизировать пищевой холестерин, поэтому все яйца уже давно реабилитированы. Кто-то говорит про одно яйцо в неделю, кто-то говорит про три яйца в день. Но в целом, если вы будете есть одно яйцо в день, никто вам слова не скажет. Есть там некие вопросы по микробиоте, ну, в общем, не хочу даже в это погружаться. Короче, с яйцами все в порядке. Молочные продукты. Кто-то не любит молочные продукты, но в целом тоже такие рекомендации, что один-два стакана молочных продуктов просто после определенного возраста, после того, как вы перестали, например, пить молоко, вернуться к нему довольно сложно, потому что у нас очень ферментная система, очень быстро перестает работать, перерабатывает лактозу, начинает там пучить и так далее. Но в целом молочные продукты – это нормальный совершенно продукт. Его можно, наверное, и нужно употреблять. И один-два стакана молокопродуктов, либо 30-60 грамм твердого сыра в день – в принципе, это нормальная история. Рыбка. Рыбка молодец, но про рыбу что мы должны сказать? Где-то мы должны потреблять 3-4 порции рыбы в день, тогда не нужно будет саплиментировать омегу. Есть некоторые БАДы, к которым мы относимся нормально, к омеге, например, если мы недоедаем рыбу. Что по рыбе важно понимать? Что если вы едите 3-4 раза в неделю рыбу, то вам ничего не надо саплиментировать, вы получаете все. Но какая это рыба? Рыба омега-3 вырабатывается не в самой рыбе, они вырабатываются в водорослях, которые живут в холодных морях. Им питается планктон, и, соответственно, рыба ест этот планктон, накапливает в себе эту омега-3. То есть она не сама вырабатывает. Соответственно, если красная рыба, например. Многие из нас думают, что красная рыба – это отличный вариант, но на самом деле это не совсем так, потому что большинство красной рыбы у нас все-таки выращено в садках. Эта рыба выращивается в хозяйстве, ее кормят неизвестно чем, там костной мукой свиней. И, по сути, она может быть в состав рыбьего жира, по сути, какая-нибудь свинья в чешуе. Понятно, что, в общем, нужно, скорее всего, употреблять ту рыбу, которая плавает сама по холодным морям. Там есть еще некие истории по рыбе, по поводу накопления. То есть крупные хищники, такие как крупный тунец, он еще много накапливает в себе ртути. Поэтому есть рыба типа скумбрия, сельдь, треска. Вот эту рыбу, выловленную в морях, она норма и молодец. В общем, я рассказывал вам про рыбу. На напитки с добавлением сахара, что-то какое-то прям абсолютное зло, наверное, надо прям ограничить их и не пить. И, как ни странно, там есть ссылочка на исследование, которое показывает, что та же самая содовая, но с сахарозаменителем, почему-то никак не лучше, чем обычная содовая, но метаболические показатели влияют. То есть содовая сахарозаменителем не является хорошей и здоровой заменой, альтернативой об обычной, условно говоря, коле. Растворено чудовищное количество сахара действительно способствует развитию метаболического синдрома и против проблем со здоровьем. С красным мясом. Давайте сразу. Обработанное красное мясо, скорее всего, все-таки не нужно есть. Обработанное красное мясо – это сосиски, сардельки, колбасы и так далее. За счет того, что там есть консерванты нитрозамины, которые ассоциированы с развитием колоректального рака и, видимо, других заболеваний. Но по поводу красного мяса. Сначала сказали, давайте запретим красное мясо, скажем, не больше 50 грамм, потом сказали, 70 грамм, потом сказали, 100 грамм в день. А потом сказали, а давайте не будем вообще запрещать красное мясо, потому что, по сути, если мы подумаем, есть такая мощность воздействия и то, что мы получаем в результате этого воздействия. Вот человек, например, я, я обожаю красное мясо. Мне сказать, ну все, Алексей, с сегодняшнего дня ты никогда не будешь есть красное мясо, чтобы уменьшить на сколько-то процентов, меньше 10% в старости после 80 лет риск развития колоректального рака. Я подумаю, скажу, а я, наверное, лучше на колоноскопию в 45 лет почаще схожу, но я вот настолько сильную интервенцию в свое здоровье, как полный отказ от красного мяса, который я прям люблю, я, наверное, делать не буду. И последние рекомендации по красному мясу сказали, да ешьте сколько хотите, в общем. То есть, что мы говорим? Мы говорим, ну вы можете, если вам норм, снижать количество красного мяса, но если совсем отказаться от мяса, у этого есть свои проблемы. Все женщины, которые отказывались, или там мужчины, которые отказывались от красного мяса, знают, что там возникает. Проблема, там ломкость костей, снижение гемоглобина, там, ну, в общем, снижение уровня определенных витаминов и так далее. В общем, это по красному мясу вот такой консенсус и такое последнее исследование по красному мясу как раз и обсуждало вот эти вот моменты по силе интервенции и по полученному результату. В целом, я хочу вам показать вот эту вот тарелочку, такая гарвардская тарелка. Она очень хорошо и наглядно представляет из себя то, что у вас должно быть на тарелке, на вашей тарелке. Вы можете прям взять какой-нибудь несмываемый маркер, если у него там, ну ладно, давайте что-нибудь такое. Заказать себе в гончарной мастерской такую тарелку, чтобы они там под слоем безопасной глазури. Вам вот это вот туда прям впечатали, вот эти основные данные. Вот половина вашей тарелки – это овощи и фрукты, причем они должны быть в любом виде сырые, вареные. Самое главное ведь от овощей и фруктов какой? Да, важный момент. Может быть, вы не совсем меня правильно поняли. Вот чтобы избежать, есть исследование, которое говорит о том, что люди, которые питаются разнообразно, не имеют витамин, минерал, дефицит в основном. Но здесь важный момент – питаются разнообразно. И нам надо, даже если вы любите очень этот брокколи, и жить без него не можете, все равно вам не только брокколи надо есть, но и другие овощи и фрукты, чтобы вот чем разнообразнее вы будете постоянно разнообразить свой рацион, тем с большей вероятностью у вас точно будет все нормально с продуктами пистани, со здоровьем. И здесь вот в этой половинке должны быть совершенно разные овощи и фрукты, разных цветов, разных оттенков, разных ориентаций. Вот. Значит, овощи, фрукты, половина тарелки. Как можно испортить овощи? Мне кажется, есть только один способ испортить овощи – это пожарить их на большом количестве масла. Все остальные способы приготовления совершенно приемлемы. Вот. Четвертинка тарелки – это цельнозерновые и злаковые. Лучше предпочитать обычной булке, сладостям и так далее. Предпочитать цельнозерновые и злаковые – там булгук, гречка, кинуа, маш. Маш – это уже бобовые, по-моему, я уже путаю. Здоровые источники белка – это рыбка, курица, индейка, бобовые орехи. Пить чай, кофе без сахара, молочка – один-два стакана в день и до одного стакана свежевыжатого сока. Добавлять оливковое масло в овощи чуть-чуть, небольшое количество. Ну, в принципе, можно и насыщенные жиры животного происхождения тоже добавлять. Вот такая простая тарелка. Что мы из этого хотим сказать? Да, вот в этом исследовании, опубликованном в журнале Lancet, было сказано, что мы не то, чтобы мы едим много вредной еды. Ну, правда, есть люди, которые любят прямо есть сардельки, но таких людей все меньше и меньше. Да, в основном проблема в том, что мы не едим полезной еды. И вот важно очень включать в свой рацион, рацион побольше овощей, побольше фруктов, цилиндровых, злаковых, прям заставлять себе есть. Немножко ограничить, конечно, количество соли. И тогда, в принципе, наше питание будет более здоровым. Еще бы лучше было, если бы наше государство давало какие-то дотации, квоты на то, чтобы мы питались более здоровой едой. Чтобы более здоровая еда была более дешевой, более доступной для всех групп населения. Избегайте, ну и давайте уже там, я начну тогда, уже все подряд, что там влияет. Дефицит сна. Наверное, нет такого фактора, так сильно влияющего на наше здоровье, как сон. В процессе эволюции есть совершенно разные варианты животных, у них есть разного вида, разного роста и так далее. Но все млекопитающие, они как один имеют какой-то сон. Причем во время сна мы же мало чего полезного делаем, по сути. Мы там не зарабатываем деньги, не готовим еду, не защищаем родину. Но если мы храпим, мы можем защищать нашу берлогу, наверное, отпугивать хищников, многие говорят. Но тем не менее, вот этот сон, который составляет 8 часов в нашей жизни, он есть у каждого человека и у млекопитающих. И пытаться уменьшить количество сна – это очень плохая идея. Потому что много исследований показывают, что недостаток сна является причиной. Во-первых, есть исследование, что люди, которые спали 7 часов, люди, которые спали 5 часов, у этих людей, которые не досыпали, спали по 5 часов, потому что там надо много дел, там все деньги в мире заработать, стать пораньше, у них в 4,5 раза выше вероятность просто обычной простуды. Ну и, соответственно, остальных заболеваний. Если вы не досыпаете, у вас больше вероятность получить ортопедическую травму во время спортивных занятий. Есть четкая связь, четкая корреляция между работой в ночную смену и риском развития онкологических заболеваний. Потому что люди, все-таки работающие в ночную смену, они пытаются спать днем, через даже закрытые веки все равно попадает дневной свет, он понижает синтез мелатонина в головному мозгу и нарушается фаза сна у этих людей. То есть они каким-то образом все равно не досыпают. Вот, что еще хочется сказать, что там, да, одним из доказанных факторов, влияющих на, там, кроме наследственной предосположенности, влияющих на болезнь Асгеймера, это хроническое недосыпание. Во время сна мы знаем, что происходит во сне. У нас во сне количество нейронных связей, которые образуются в течение дня, оно уменьшает в голову мозгу. То есть во сне мы на самом деле забываем ненужную нам информацию. Плюс еще во время сна происходит глимфодренаж. То есть вот накопившиеся продукты метаболизма, так и хочется сказать шлаки, но так как я вначале уже сказал, что никаких шлаков нет, я сейчас бы сам себе противоречил. В общем, вот эти вот накопившиеся продукты метаболизма накапливаются в нейронах, и они за счет глимфодренажа во время сна, они удаляются из нашего мозга. А, собственно говоря, болезнь Асгеймера, это болезнь накопления бета-амилоида, вот этого самого. И вот этот бета-амилоид накапливается, и вот человек, который постоянно находится в недосыпи, у него большая вероятность развития болезни Асгеймера, которая, к сожалению, сейчас даже никаких стратегий теоретических даже нет. Пока борьбы все лекарственные препараты провалились в исследованиях. В общем, я тут вам рассказал про сон, про то, как важна гигиена сна. Поэтому так важно создать себе идеальные условия для сна. То есть спать в прохладном помещении, спать под своим собственным одеялом, если ваш партнер какой-то супер беспокойный, с этими беспокойными ножками, с постоянно сучащими. Спать, если он храпун, спите в берушах, надевайте маску, зашторивайте, зашторивайте окна. Не смотрите гады, что за два часа до сна, потому что голубой свет подавляет синтез мелатонина через фатопсины. Не наедайтесь, не ложитесь спать голодными. Это, кстати, в вопросе к интервальному голоданию. То есть создайте все условия для того, чтобы у вас был хороший, качественный, глубокий сон, потому что это настолько важно, и не пренебрегайте сном. Вот это очень важный момент. Значит, по поводу физической нагрузки. Как мы уже с вами сказали, что у вас должен быть базовый уровень физической активности. Это какой-то условно, просто ходить везде пешком. Просто давайте себе физическую нагрузку, потому что их очень мало. Если у вас сидячая работа, а у большинства из нас сидячая работа перестала ассоциироваться с тяжелым физическим трудом, надо как-то строить физическую активность в свою жизнь. Не надо вдумывать себе, что вы на следующей неделе, в следующий понедельник купите себе карточку фитнес-клуб, и тогда у вас точно физическая активность наладится. Потому что мы знаем, что этот понедельник может годами не наступать, если не дольше. Не надо думать, что если вы купите себе и поставите на самое видное место какой-нибудь велотренажер, то это тоже что-то изменит, потому что большинство людей в велотренажер превращается через месяц в очень дорогую сушилку для белья. То есть ваша задача интегрировать физическую нагрузку, важно выбрать ту нагрузку, которая вам нравится, чтобы вы не стесняетесь ее. То есть она хорошо встраивается в ваш привычный график, сами посидите, придумывайте себе, что это такое. Многие люди думают, вот сейчас заработаю всех денег и куплю себе абонемент в бассейн, буду ходить. Тоже это такая фикция, если бассейн находится на другой стороне города, вы будете ходить в этот бассейн два раза в месяц, и не больше. В общем-то, если у вас фитнес-клуб находится рядом, то либо рядом с домом, либо рядом с работой. Не надо, в общем, короче, все понятно, не буду дальше про это говорить. По поводу других типов физической активности. Похоже, что еще неплохую, еще большую вклад в здоровье имеют интервальные тренировки. То есть они довольно безопасны, если вы добавите себе плюс к тому, что у вас есть базовая какая-то физическая активность, вы добавите интервальные тренировки. Это тренировки, в которых на короткий промежуток времени вы даете себе интенсивную физическую нагрузку с очень высоким пульсом. Лучше, чтобы не находиться в зоне высокого пульса, там дольше 1-3 минут, условно говоря. Они еще больше влияют на метаболические показатели и, похоже, что довольно безопасны. Даже для людей с сосудистыми какими-то проблемами. При нормальной адекватной терапии, конечно. Силовые тренировки. Про силовые тренировки важно сказать, что у нас смещен акцент. Почему-то считается, что силовые тренировки – это для мужчин, а женщины почему-то должны сесть на шпагат. Еще женщины любят сведение-разведение ног в тренажере. Почему-то шпагат – это цель, почему-то особая гибкость. Хотя на самом деле понятно, что чрезвычайная гибкость не полезна для суставов. То есть гибкость ничего не дает для здоровья, а чрезмерная она даже приводит к разболтанности и к тому, что возникают проблемы с суставами. То есть гипермобильность суставов – это довольно серьезная проблема. На самом деле довольно серьезная проблема в первую очередь у женщин – это остеопороз. Для профилактики остеопороза, для того, чтобы не было перелома шейки бедра в 70 лет, похоже, что никакие кальцитриникометы не помогают. Для того, чтобы не было перелома шейки бедра, надо уже в 40 лет включить в свой тренировочный план силовые упражнения. Но это не обязательно приседать со штангой. Можно поджиматься, приседать на нестабильных платформах, упражнения, но силовые тренировки должны быть. Чем старше мы становимся, тем важнее для нас силовые тренировки. Потому что процесс набора веса с возрастом, другие проблемы, которые возникают с возрастом, связаны с тем, что снижается гормональный фон, уменьшается количество мышечной массы. Вслед за уменьшением количества мышечной массы у нас уменьшается плотность костей. Потому что плотность костей зависит от количества мышц. И только для пожилых людей работает такой тест, чем сильнее пожилой человек сжимает динамометр в определенном возрасте, уже на пенсии, тем дольше он проживет по статистическим данным. То есть чем больше у него мышцы, потому что очень часто перелом шейки бедра – это билет в один конец. Поэтому так важно это все помнить. Что еще хочу сказать? Гимнастика для шеи – это прекрасный способ снять мышечное напряжение в шейном отделе позвоночника. У нас большинство стрессов, которые мы испытываем, процессы, чуть попозже я пару слов скажу. Мы вот такие становимся, у нас возникают мышечные спазмы. И в принципе гимнастика для шеи снимает мышечные спазмы, она уменьшает болевые ощущения. Но на самом деле врачи, которые говорят, что сейчас без таблеток вылечу вам гипертонию, просто делайте гимнастику для шеи, и в мозг пойдет кровь, и гипертония излечится. Либо приходите ко мне, я вам пересоберу шейный отдел позвоночника. Это, конечно, как бы сказать-то мягко, не совсем верно. Да, действительно, если мы снимем мышечный спазм, мы будем чувствовать себя легче, ну и все. То есть если есть гипертоническая болезнь, у нее есть специфическая терапия. Но гимнастика для шеи – это хорошая история. А вообще гимнастика для всего позвоночника. Состояние ротовой полости. Если во рту есть какие-то гнилушки, особенно там апикальные всякие абсцессы или парадонтозы, они подбрасывают воспалительных маркеров в общий кровоток. И похоже, что это связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и так далее. В общем, следите за зубами вкратце. Хотя есть истории опровергающие. Единственная эзотерическая рекомендация, которую я вам здесь порекомендую, масло масляное, это медитации. Похоже, что они действительно работают. Похоже, что они влияют и на приверженность здоровому образу жизни, по полезным привычкам и так далее. Но в общем, вы выберете какой-нибудь тип медитации, порасслабляетесь. Это и стресс-менеджмент, это и всякие там… И не знаю, что еще. Ну и тут я уже там придумываю разных штук для того, чтобы там в рекомендации было обещано 15 рекомендаций по здоровому образу жизни. Но я придумал только 13. Значит, уважайте семейные ценности. Семейные ценности – это эффект, так называемый эффект бабушки. Оказывается, что если внуки живут с бабушкой, то дольше живут и внуки, и бабушка. И теперь вы можете, конечно, опираясь на эти знания, просто говорить своей. Мам, я тебе жизнь хочу продлить. Вот, забирай этого. От сердца отрываю. Значит, сохранить социальные связи. Ну, это понятная история. То есть, чем занимается… Ну, многие исследования говорят, с кем вы дружите, так вы, собственно, сами вы такой. То есть, да. Выбирайте себе друзей получше. Если ваши друзья все стараются отдыхать вместе с алкоголем, то, скорее всего, вы тоже будете отдыхать с алкоголем. Если ваши друзья все занялись триатлоном, то, скорее всего, вы тоже сейчас какое-то время решите купить себе этот очень дорогой велосипед. Вот. Ну, и парочку слов про стресс. Я призываю вас не демонизировать так сильно стресс, потому что стресс – это то, что сопровождало человека, да и предков человека, всю его историю. То есть, всю историю на каких-то там… на наших предков обезьян нападали какие-нибудь леопарды. Обезьяна просто была в шоке, у нее был адреналин, она пыталась убежать, там забиралась на дерево, но леопард тоже хорошо лазит по дереву. В общем, ужас, что происходило. Всю историю человечества, на самом деле, все не стрессоустойчивые обезьяны, все умерли еще в те времена, в далекие. Остались только стрессоустойчивые предки. Важно понимать, что вот этот короткий стресс, он, в принципе, для нас, для всех физиологичен. И более того, вот это вот исследование, которое я здесь рассказываю, в этом исследовании показано, что, в принципе, люди, которые испытывают стресс, но при этом говорят, ну, стресс, норма, зато я вхожу в ресурсное состояние, но которые могут управляться стрессом, которые могут потом после этого стресса расслабиться, они, в принципе, живут дольше, чем люди, которые не испытывают стресса вообще. Но вот хуже всех живут люди, меньше всех живут люди, которые испытывают стресс, но при этом считают, что стресс их убивает, они не могут, они постоянно находятся в этом состоянии. То есть тут очень важно просто научиться расслабляться. Это физическая активность, может быть, медитация, про которую я сказал, может быть, еще какие-то практики, может быть, ну, может, просто вам надо работу сменить, потому что, ну, какие-то люди нехорошие вокруг вас окружают и хочется хороших вокруг. Вот, это, собственно, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok